Пенза простилась с участником Великой Отечественной, последним солдатом 354-й стрелковой дивизии, почётным гражданином области Александром Дручковым. Богослужение прошло в храме святых апостолов Петра и Павла. У Александра Константиновича осталось трое детей, пятеро внуков и шестеро правнуков, а ещё бесчисленное количество друзей, которые полюбили его за жизнелюбие и стойкость. Мы встречались с ним в Москве, он был участником парада Победы. Он был в тот же самый день, несмотря на жаркую погоду в Москве, он согласился прийти снова на Красную площадь, чтобы встречать колонну бессмертного полка, в которой шла группа ребят и педагогов из школы номер 14 имени 354-й стрелковой дивизии в Кузнецке. Это была изначально идея Александра Константиновича. Он очень хотел приехать в Москву с ребятами, со школьниками, чтобы возложить цветы вместе у могилы неизвестного солдата. История о том, как Александр Дручков отыскал на фронте своего отца – одна из самых судьбоносных страниц его жизни. Но сейчас собравшиеся вспоминают его послевоенный путь. Тогда он окончил сельскохозяйственный институт и взялся развивать эту отрасль в Пензенской области. Он энергичный, грамотный, умный организатор, специалист. Ну и надо отметить не только как организатора, как специалиста, но и как человека оптимиста. Вот несмотря уже на солидный тогда возраст, был пенсионером, но работал и сам за рулем был, и ездил, организовывал, и добивался. Среди тех, кто прощается с Александром Дручковым, очень много молодых. Тех, кто слышал его рассказы о войне и долге. После того, как он вышел на пенсию, Александр Константинович возглавил Совет ветеранов 354-й стрелковой дивизии и посвящал себя воспитанию подрастающего поколения. С этим знамением он прошел практически всю свою жизнь, и это знамя сегодня он передает поколениям, которым он пожелал, чтобы честь и достоинство хранили память о ветеранах. Вечная память этому величайшему человеку, настоящему патриоту и человеку, который всю жизнь посвятил служению Отечеству и нашей Родине. Александр Дручков скончался в 96 лет, и каждый, кому довелось общаться с ним, хотя бы единожды видел, что этот человек прожил долгую, полную забот, энергии и счастья жизнь. Похоронили Александра Константиновича на малой родине, в селе Рамзай Макшанского района.